так и где ну-ка бегом так вы уезжаете да ну как все нормально обиды никакой нет нет конечно так на тебя сказал что если будет желание по-другому никак нельзя иногда разлука укрепляет связь люди понимают как им трудно и примеряется так что мы с тобой уже считай все обсудили только заранее написать не так что как однажды кто-то звонит вышел я к вам приехал это кажется никита было даже никого не ожидал первый раз я его вижу позвонил соседи смотрят кого ждете этот сразу начинается мы живем тихо закрыто нам не надо другого как только двери открыли там пьяница рядом заходит на крюсе уже сидят пограли нам зачем так вопросы так подождите вопрос нет нет вопрос я по его по его вопрос его ночью сколько он здесь был и постоянно он во сне кричит и какой-то антон 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 во сне что-то мучает его антон какой-то какой я не знаю никакого как тут это кричишь ночью антон антон да может песка позвал может может быть и песка позвал ты не фантазируйте здесь я правда я даже не помню тебе говорят что беспокоило ночи я прям чувствую вот сколько ночей есть он кричит антон антон интересно какие снят мои сны наверно никому не снятся я вижу виду занятия как раньше было у меня 5 университетов я еще захватываю я разговариваю с векторами и говорят здесь вот а помогите мне у меня там были занятия но неизвестная причина прекратилась и говорю вот так просыпаюсь у меня рука так поднята его во сне проповедую даже плащ у меня подушка мокрая во сне опять же и просыпаюсь и так рука поднята еще и оттуда я могу сон рассказать так как будто не высчитаю а то кричать это ты не просто кричал это что-то тебя мучит вот николай георгиев совершенно правильно говорит ты подумай поговори поговори и надо просто сознаться перед богом нам-то это не надо что там у тебя антон закопанный тобой где-то заброшенной на чего там кто-то угрожал тебе антон ты убежал от его потому что просто переживал законте антон не знаю ну какую-то роль я тут никогда во сне не кричал у меня его не было интересно пред богом видишь потому что я много о чем-то думаю размышляю готовлю материалы я где-то вот столько за границей ездили я как будто там выступаю где-то говорю у меня сны похожи друг на друга еще неоднократно видел на каком-то корабле меня везут по северной реке на северной самый сны повторялись то есть у меня что-то еще будет впереди в обыски не раз видел погребе копаются еще там убитого человека или что-то ну клеветы я реально это все вижу разговариваю я могу передать точно сюда букву как разговаривал вот тут вот все на этом считаю так у серахова там написано как человек бежит как будто бы от битвы едва проснется ничего этого нет что такое сон подробно там что георгиев работает еще сейчас прежняя работает нормально в субботу отвоевал от твоего работа сколько не хватает не работает не уважая душа одна субботу и воскресенье неприкасаемые у меня там работа как как чат рулетка то же самое благовествую много говори всегда по делу вам кому-то евангелие нужны для раздачи собой есть евангелие для людей есть собой вот у нас много евангелия от я она отдельно там сотни не как-то попросили здесь горного алтая их нагрузил у них рессоры поднялись все абсолютно заполнили и багажник и это я выписываю раздаю постоянно вам не надо есть выписываю так у меня дома есть дома одно да не не одни штук пять в общем работаете в этом направлении посмотрите сколько потерявку людей приезжает издевеева женщина прилетела издевеева вообще забросила серапимову пути она уехала нет да вчера а с кем не знаю все это не могли посадить туда я с архиереем то она бы уехала хочу мне сбросили такой-то за столом сидим я спрашивал когда мы храме фотографировались есть фотографии есть а почему на меня не сбросили сейчас брошу из душ еще в карманки и полезно так я доволен чтобы приехали помогли сколько могли побыли побеседовали память останется спаси христос брат георгий что этого отрока захватил вот так тебе сколько лет и 29 будет вот будет завтра на следующий год ты уже не отрок будешь совершенный муж до 30 лет считается у них от руки были по списанию евреев так нам какие претензии к вам одна благодарность я все что сюда приехал по получаю большую огромную пользу то что от вас наставления какие-то от братьев беседы с братьями общение с братьями очень большую пользу дает какие-то знания понимания вот вчера беседовали мы очень большую пользу получил я то вчера говорил я за столом о важных делах грозное обречение высказал что они не заботятся о будущем о суде божьем все у них ладно все хорошо а получается не все не ладно и не хорошо люди уходят в разные секты я им сказал об этом таинства извращены и главное нормально и писк как все высушил а сегодня материал какой-то там есть олега стеняева что ли что в любой форме которого человека есть там неправильно там кланяется но это льна курящаяся не угостить нигде нет писания ложная религия или как я назвал вера она уводит от бога и люди заходят и говорят что же он говорит это мертвящина зловонная никого не трогать для всех хороший вот у нас здесь приезжал священник был один по соглашению и отзывы когда идут ни одного отзыва отрицательного не только положительно тысячи тысячи людей тысячи знает были неверующие а на практике ни одного нет у которого по писанию был ни одного то есть какой бы он не был там шахматов то сидеть на газа ногу курит ни слова никогда не скажет горе говорит когда все вас будут говорить хорошо угодил всем знать люди какие приходят но он ходит теперь его на молитву записали имена он собирает шахматов ездит поехал в русалим ему заплатили он теперь новую аппаратуру покупает но обман веры то нет никакой вера может быть спасительно только по слову божию по святой библии по святому евангелию а этого нет я такого еще не встречал о ком бы ни говорили обязательно идут во христе недостатки в апостолах светлые возмутители называют здесь никто как будто вот один человек говорит сколько уже считаю ну сотни людей и все тысячи людей там пришли они узнали кого уж пришли узнать начинает говорить да бросьте вы библию мы теперь молимся по соглашению соглашение нет такой молитву какое время за что выпросить жениха невесту там здоровья все такое где-то не в одном месте я не считал чтобы просили рождение свыше водительстве духом святым нигде да как так можно было человек был священником и зверей никого ничего не повлияло как это я вижу даже живость патриархии вижу уже в том что они пытаются навести порядок где-то вот это вот когда деньги не могут поделиться они как-то орут это тоже живой даже зверский поступок это живой а то никакой он мертвящина плывет и все каждый день каждый день хорошо вчера плохо было бы чуть-чуть а сегодня еще лучше будет на бога ты не обманешь и дети и как и говорите миру проповедуйте что будет веровать и креститься он согрешает 318 езекииля а ты не сказал он погибнет но его кровь я влечу себя господь говорит но если ты его обличал говорил кровь его на его голове а ты спас свою душу здесь ничего нету и ответ на вопросы когда люди задают я считаю ну слушаю священник бывший теперь уже и буквально ни одного ответа правильно нету как это так почему потому что у меня во свете рассматривается по библии во библии а по-человечески так ну да в самом деле кто умер на неважно кто у нас он был крещеный не крещеный мочорный за крещеного сойдет ну и что подавайте милостыню там человек уже в раю но обман верующий в сына божий имеет жизнь вечнее верующие не увидеть жизни но гнев божий пребывает на нем никогда это стихничать гнев он не знает ни один человек своими силами какой бы не было святой в рай не войдет до христа не один и давид если бы божья мать умерла у нас гарантия там крестить и где бы они были на небе до жертвы голгофской нет спасения во христе водами все умирают написано все умирают во христе все живут вот почему христос уже умирающий и разбойнику сказал ныне же будешь в рай и он первый умирает а потом разбойники разбойник первый вошел в рай так и надо говорить мы спасаемся крови иисуса христа это написано первое послание и она 1 7 обычно как говорят что надо собираться вместе или там там три условия если уходим во свете как он во свете имеем общение друг с другом крови иисуса христа очищает нас от всякого греха полезных не просто кровь очищает а переди точки стоят все с богом братья садитесь мы ручки вам помашем почти христосом мы сегодня поговорили давайте с богом с богом раз найдите попросите восьмидесятом лапками а вы ждали скажи там но это месяц пример это август придется август сентябрь может быть был храни вас господь увидимся не теряйся на поводу женщины не иди там только яма пропасть чтобы она видела что там мужчина и скажи что он виноват прости а остальное по слову божию до момента пока она никого не знает после себя она не нужна с богом с богом давайте так сходите обязательно поговорите как найти где прошу я 50-й год запомни тысячи летом я записал все примерно в августе месяце я все записал ну все профессор мазур вот это не мне нужен документ на документ на бланке с пищатью давай 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 все трогайтесь до чего не люблю когда долго вот мы когда ездили еще только за деньги рассчитывается и он уже бежит а машина трогается который за бензина виктор на ходу садились мы не минуты к секунды и они помогали нам я думал за руль села права рука моя сеть пишет вон стол боя сели в бои сей давай ну все запирай машин ворота